Всем привет! У нас у каждого по две чашечки, потому что в одной чаёк, а в другой кофеёк. Да. У меня в гостях человек, с которым я давно хотел встретиться, потому что я с условно его творениями сталкиваюсь постоянно, когда хожу в Петербурге. Собственно, сначала представим нашего гостя, потому что не все его знают. Никьянов Олег. Российский художник-урбанист. Да. Собственно, почему я Лукьянова Олега решил пригласить? Мы вообще находимся в Москве, вот так вот получается. Понимаете, что люди... У тебя в основном в Петербурге деятельность была связана, да? Так точно. Да, вот люди из Петербурга встречаются в Москве. Спасибо большое Серёженьке Иролянову, любимому, за предоставленную жилплощадь. Потому что вот картина Перова, репродукция которой находится у нас в проходном дворе возле, соответственно, музея Федора Михайловича Достоевского в Кузнечном переулке, и которую я постоянно показываю, потому что у меня там есть один из маршрутов по Достоевскому, наносилось, замазывалось, наносилось, замазывалось, отмывалось. В общем, там вот. Я начну совершенно с другой истории. Я вот где бываю, там, не знаю, Майами, Барселона, Леон, что угодно, Берлин, вижу вот эти муралы огромные, вот эти вот стены, совершенно разные, да, и там, то ли в Барсе, то ли в Леоне, в Леоне, да, была прямо, у них прямо на карту туристическую они нанесены, и это была прямо такая программа вообще городская. Туристические маршруты, можно сказать. Да, да, сделаем, типа, город Краши, тра-ля-ля. Значит, для начала давай поговорим с тобой вот о чём. Что у нас вообще с законодательством, с согласованиями, потому что очень часто люди пишут под моими постами, типа, а что было не согласовать, чтобы не заниматься такой фигнёй? Ну и, соответственно, вот я, чтобы я устал отвечать на это, я вот решил, собственно, тебе позвать, чтобы ты вот эту всю кухню нам рассказал, что вообще происходит в России, отличается ли это регионально как-то и так далее. Давай вот с этого и начнём. Ну, Москва в этом отношении впереди России всей, до планеты, конечно, ещё не дошли, но, тем не менее, Москва регламентирована вдоль и поперёк, и это, на самом деле, плюс для художников, хотя вот многие художники говорят, что это очень жуткий минус. Я говорю, ну, вам-то можно официально это всё согласовать и сделать. Ну, только вот лень, помеха творчеству художников в Москве. А вся остальная Россия – это вот обочина развития современного искусства, потому что нет чётких правил, регламентирующих, опять-таки, творчество художников на улицах, на фасадах зданий. И хотя, вот опять меня тоже спрашивают, почему не согласовал. Ну, вот, естественно, мы это всё уже проходили, 4 года на самое дольное согласование, где я терпел ещё что-то делать, а до сих пор документы в КГА лежат. Потому что у нас, ну, во-первых, экспертная комиссия, она как бы должна быть, но её нет, никто не собирается. И проще чиновникам сказать сразу – запрещено, потому что на себя брать ответственность, искусство – это не искусство, потом ты подпишешься, ну, и получается, что всё это на отпуск религиональных властей. Насколько там губернатор или мэр или муниципал берёт на себя ответственность, там эти истории и появляются. Но, опять-таки, вот этот хаос рождает, соответственно, вот эту дичь, которая появляется у нас в России. То есть, одно дело, ты художник мирового уровня, а другое дело, ты просто взял на себя краску, вылил, бросился на стены, и говоришь, это современное искусство, все должны смотреть. Поэтому, в любом случае, должны быть какие-то правила, рамки, регламенты. Опять-таки, художники должны быть в экспертной комиссии, ну, и чиновники. Без них-то, ну, понятно, мы никуда не денемся. И в Петербурге, на самом деле, в градостроительном кодексе явно написано – запрещены любые изображения на лицевых фасадах зданий. То есть, когда говорят про Хармса, что вы сначала закрасьте, а мы согласуем, а потом… А мы не согласуем, потому что это нельзя. Вот у нас же закон. Ну, это… Хармс, я поясню, это вот буквально у меня была последняя экскурсия в этом сезоне, проходные дворы и прочее. Это на улице Маяковского, на углу с Ковенским проспектом, соответственно, Большой Мурал, там тоже люди очень долго… Кстати, по-моему, мемориальная доска Бухаевская, по-моему, там тоже сгинула, насколько я понимаю. Я, кстати, с ним хочу сделать тоже проход, это наш прекрасный архитектор, который вот все эти чижики-пыжики, моск, майор Ковалевой и так далее. Короче, тоже там это еще в квартальном надзирателе Лурии это попечаталось, как они это все устраивали, как они ее там в дворе что-то пытались сделать. И, в общем, сейчас, насколько я знаю, у них там до Нового года, да, по-моему, срок, что они должны замазать этого Хармса. Хотя по всем регламентам у нас запрещены фасадные работы с ноября по апрель. А суд постановил закрасить и кого потом штрафовать? Потому что кто закрасит, их к уголовной ответственности какой там привлекут, потому что они не имели права просто по регламенту. Поразительная тема. Хорошо. Вот теперь расскажи, если, допустим, ты художник в Москве, нашел какую-то там, вот я вот тут, кстати, ездил, видел такую большую штуку, я сфотографирую, подставлю, там, значит, Черчесов, еще Дзюба вот эта, ну, то есть еще от той эпохи, да, ты видишь какую-то плоскость, и ты хочешь там что-то написать, нарисовать. Значит, что ты делаешь, если ты в Москве? Открываем портал мост.ру, и там регламент прямо для уличных художников. По шагам, что требуется сделать, максимум 45 дней согласования. Ну, опять-таки, есть комиссии, и понятно, что если тебя на каком-то этапе зарубят, но скорее ты по формальным признакам не прошел, а не потому, что, ну, тебя отказали. То есть они не имеют права просто так отказывать, они тебе дают обратную связь четкую. Если ты, опять-таки, не лентяй, и, ну, просто не лентяй, ты идешь и переделываешь итерации, потому что заинтересованные художники все свои работы, опять-таки, воплощают. И, опять-таки, хорошо, что есть, ну, скажем так, такой хотя бы ценз регламентирующий. Не все, скажем так, кто хочет плохо сделать городу, выдав это за уличное искусство, ну, проходит туда. Ну, естественно, какая-то цензура должна быть. Ну, вот, по крайней мере, цензура здравого смысла, потому что люди согласуют, и какую-то откровенную дичь, ну, которая появляется, в том числе и в Питере, и в других городах, это не пропустит. Просто Питер, почему, опять-таки, ну, скажем так, коммунальщики возглавили департамент согласования, и они являются сейчас той самой комиссией экспертной, что решает, что искусство, что нет, собственно говоря, закрашивают или не закрашивают. То есть вот как раз переносим в Питер. Если ты, опять-таки, видишь стену и хочешь что-то написать, значит, какие твои действия? Никакие. Вот. Можно вот это запекать, идешь и рисуешь. Понятно. Не, мы ничего не будем запекать. Ну, я имею в виду, что... И надеешься на то, что коммунальные службы оценят твой труд, твое творчество. В данном случае мы, вот опять, у нас есть проект «Музей под открытым небом». И сейчас вот наша коронавирусная эпоха, она очень актуальна, потому что не нужны QR-кодаты для того, чтобы в этот музей сходить. Вот. А не все коммунальщики учили в школе, наверное. Собственно говоря, и не со зла, я так думаю, Достоевского-то укатали в краску. Ну, у меня был случай, когда мне наносили плитку в ванной человек из Южной губернии. И, собственно, там на одной стороне был Петербург, а на другой Венеция. И он просто спросил, а где здесь Петербург, где Венеция? Хотя там... Ну, хотя бы спросил. ...хот дворец Дожи и Петропавловская крепость. Да, но он хотя бы спросил. Но тут, к мне кажется, у него выхода не было, потому что иначе могли бы быть проблемы. Да, то есть, ведь действительно здравый смысл подсказывает, что это даже не граффити в прямом смысле слова, это репродукция как бы картины классика, на которой мы все учились в школе, и на классике учились, и на картине это учились. И Перов это вообще там все передвижник, тра-ля-ля, и Стасов там его любил, хвалил и так далее. А тем не менее, вот такая проблема. При том, что я хожу по другим дворам и вижу, что там на самом деле есть работы, ну, не менее достойные, а иногда менее достойные, но они висят годами, никому они нафиг не нужны, и, в общем, вот. Ну, и здесь у меня тоже мысли возникают на том, что вот эта система, которая там коммунальная или еще какая, не дает людям банально просто подумать о чем-то хорошем, потому что есть образцы мирового культурного наследия, и которые от нас старательно сейчас прячут по музеям, ограничения сразу же туда нельзя, ну, прививка, еще там полтора метра, и вообще мы не работаем в выходные. Вот. И вот та осмысленность эпохи, пройденной через поколение художников, через которых на самом деле являются вещи в наш мир, из абстракции является какая-то форма новая. Ну, невозможно просто так ее придумать. Художник должен проявить что-то, и потом отсюда уже все это появляется. И вот эти вот моменты от нас прячут, чтобы мы не думали, не развивались, не смотрели, были толпой, которая, можно сказать, равняется мирно шагом марш. А мы эти вещи воруем у музеев и отдаем людям. Ну, через вот те самые, я это называю русской граффити, потому что это репродукцией назвать с натяжкой можно, там жутчайшие нейросети используются. На самом деле, если посмотреть внимательно на портрет Перова, лицо Достоевского, оно с порной кожей, с небритостью, то есть мы убрали масло, и он там как фотография. То есть почему опять он торкает? Потому что он как будто бы вот он сидит сейчас живой здесь. Ну, ладно, давай, так сказать, по кофе. У тебя, кстати, чай стынет, ты хотел горяченького. Значит, вопрос следующий. Давай уже ближе к твоей собственной персоне. Расскажи, как ты вообще, ну, я прошу прощения, может, ты это уже рассказывал кому-то, да? Но, тем не менее, ты все-таки не Филипп Киркоров и не там... Аминь. Аминь, да, не так известен. Как ты дошел до жизни такой? Что тебя подтолкнуло наносить это на стены? Значит, у меня профильное образование. Я артиллерист, майор запаса, и, собственно говоря, арт-подготовка, которой я занимался 15 лет, позволило мне, ну, наносить вот этот арт, это искусство на стены. То есть я беру площадя, меня учили этому. Вот, просто когда я, ну, я закончил службу в армии, я остался на службе родине. И, собственно говоря, защищаю арт, защищаю искусство и пропагандирую, опять-таки, современное искусство, в чем числе обязательно, чтобы и классика была, чтобы не забывали вообще, кто мы и откуда пришли. Ну, вот, если коротко. А когда ты начал этим заниматься? Ну, лет 13 назад, после всех вот этих историй с военной службой, ну, пришлось заниматься каким-то, ну, собственным делом. Работать на кого-то было грустно и печально, я это тоже попробовал. В итоге организовал свою собственную мастерскую, назвал «Центр печати Олега Лугьяна», потому что то качество печати, которое мы выдаем, оно просто запредельно. И музеи, галереи используют наши репродукции взамен оригиналов. Но там, естественно, пишут, что она сделана по нашей технологии. Бывают разные случаи, когда картину ехала на выставку, в ремонт. И мы делаем репродукцию музейного уровня. Сколько в общей сложности тобой было, ну, не тобой, я имею в виду, не тобой, а одним. Движением. У нас уже, на самом деле, целое движение. Но я вот поэтому и хотел пояснить, что не конкретно тобой, а твоими единомышленниками. Я не знаю, есть ли у тебя цифры эти в голове, но там, в среднем, по больнице. Сколько было нанесено таких работ в Питере? Нанесено, а потом мы поговорим, какой процент из них был там закрашен. Ну, сотня уже есть. Сотня, да? Может, даже больше. Из них сколько уцелело? Значит, ну, некоторые были закрашены несколько раз. Но, опять-таки, особенно с нашей технологией, которая, на самом деле, вызывает споры среди уличных художников. То, что стрит-арт должен быть априори, ну, сиюминутным явлением. Если закрасить, значит, его нет. А у нас назло отмывается. Дождь прошел ли, я с ведром воды пришел, горячий отмыл. Два-три раза без проблем. И, ну, процентов 70 осталось. То есть, именно это и позволило вот эту фреску. Это мой. Ну, она так пусть и называется. Меня просто мочит, когда я называю это фресками. Да, это не фрески, но мне удобнее называть это фресками. Это, на самом деле, фрески. Тут спорить нечего. У нас есть технология, которая запатентована, и она называется фреска. Убан-фреска. Это патент, поэтому тут сняться уже не надо стоить. Поэтому, сорян, ребята, фрески. Значит, поэтому эта фреска так легко и отмылась. Легко и отмылась, и она въелась, на самом деле, опять-таки. Если это был бы баннер, печать, репродукт, как называют, оно бы отвалилось. Есть вот девушки, две знаю, которые, не буду их рекламировать, все их и так знают, клеят фотообои. Вот, и они, естественно, от дождя от чего-то там отваливаются. А у нас история с тем, что мы в зеркале печатаем, у нас в основе все равно печать, и красочный слой с бумаги, с подложки, с баннерой, чего угодно, несущая, неважно, переносится прямо в стену. И все неровности, как фреска, то есть заполняется краской, краска въелась намертво. Там гарантия, ну, реально мы там тысячу лет даем, потому что оно, ну, вечное. Бедные коммунальщики. Аминь. А ты пытался как-то, я не знаю, там, ну, я не умею, там, выходить на площадь с плакатом, ну, куда-то тыркаться, инициируясь какое-то обсуждение общественное, бла-бла-бла. Вот меня тут, кстати, позвал один ресурс под названием «Рыбыкан», какой-то там, что-то там, какой-то круглый стол про что-то там, город, городская среда. Значит, ну, официальные ресурсы тоже вызывают для того, чтобы снизить вот этот накал, напряжение. Ну, потому что если все за круглый стол садятся, проболтались, и все, и можно ничего дальше не делать. Мы это тоже проходим. Ну, собственно, в этом смысле круглый стол. Да, есть круглые столы, которые, ну, какие-то заинтересанты, коммерческие структуры вызывают, общаются, понимают, насколько это круто. Ну, мы на самом деле коммерсанты, то есть, когда собака.ру пишет, зачем бизнесмен Лукьянов-Аляк делал фрески, они пишут собака фрески с Боттичелли и Сафроновым, а следующая статья художник Лукьянов там нанес этот, ну, един двух лиц, бизнесмен-художник. Вот, и опять-таки, я считаю, что все собрания должны быть, потому что есть шанс того, что мы, ну, спокойно, без выхода на площадь все это согласуем. Повторяю, есть в Москве регламенты, и я считаю, что вот этот регламент московский вообще нужно на федеральном уровне принимать, чтобы не 85 раз парламентария в трех заседаниях наши деньги проедали, да, а приняли один раз на всю Россию правила на федеральном уровне. Уже обкатанные, к тому же. Уже обкатанные, да, и мы спокойно по ним бы жили, вся Россия. Да, это, собственно, логично. Ну, у нас, в принципе, Беглов смотрит на Собянина по поводу всех запретительных мер, по поводу коронавируса, может быть, он и в этом плане как бы туда глянет. Хотя, конечно, я думаю, что проблема фресок на стенах – это последнее, о чем он думает в своей жизни. Ну, его можно понять отчасти. Ну, отчасти, потому что пока еще не все знают из администрации нашей, Летербургской, что вот эти наши фрески, они укрепляют стены, они дышащие, паропроницаемость полная, и аналоги – это реставрационные специальные листы, которые фрески XII века укрепляют. То есть, прозрачные такие есть, ну, скажем так, кривовые акрилатные листочки, и ими укрепляют фрески. А мы научились делать не 10 на 10 сантиметров там за квадриллион денег, а на самом деле относительно там, ну, недорого. И мы закрываем фасады зданий. То есть, получается, мы делаем консервацию стены, стена дышит, ее можно не красить лет 20 вообще. К тому же, как я часто показываю на своих экскурсиях, очень большинство домов, построенные в то время, когда вы заходите во двор, там такие контрфорсы торчают. То есть, сами стены-то, в общем-то, иногда на ладан дышат, там кирпич гуляет, эти маяки впаивают и так далее. В каком состоянии, да, почему ты переехал в Москву? Ну, это, наверное, уже теперь глупый вопрос. Для меня все вопросы умные, это нормально, потому что я для себя до сих пор пытаюсь ответить, ну, чаще всего вру, почему я переехал. Потому что, ну, закрасили Бродского, Достоевского, там, и прочее. Ну, такие вот знаковые истории, которые, как бы, я не приемлю, как, ну, человек. При том, что и Бродский, и Достоевский, ты же к каким-то датам тоже ведь... 80 лет Достоевскому, 200 лет Достоевскому. Закрашены к их юбилею, прям вот аккурат. Бродский дня не прожил, Достоевский там пару отпраздновал, все-таки успели кто-то там увидеть его хотя бы. Вот, ну, Москва для меня, ну, как для человека военного, понятно, зарегламентирована вдоль и поперек, и я не боюсь вот этих самых согласований. Я приветствую, опять-таки, то, что, ну, мэр Москвы разрешил делать официально. И не приветствую все остальные регионы, которые боятся взять на себя ответственность в виде принятия, опять-таки, похожего регламента. И почему сейчас, опять-таки, мы готовим предложение, чтобы в Госдуме рассмотрели московский опыт и принят уже на всю Россию один закон. Какие, очень люблю этот вопрос, за который вообще обычно всех ругал на семинарах по технике взятия интервью, какие планы? Аминь, третий раз. Создать партию абсолютной красоты и включить в эту партию всех людей, у которых есть чувство прекрасного. На самом деле мы все родились, и первым делом мы чувствуем красоты, это врожденное чувство, это на уровне ДНК. Тебе не надо маленькому объяснять, что такое, страшно или нет. Сразу там кричишь. Мамку увидела, тебе это красиво, все нравится, улыбаешься. И в нас уже этот контроль заложен. Просто всякие разные пластмассовые еда, пластмассовые передачи, ну, делают наш мозг пластмассовым. И, конечно, мы не вполне согласны с этим. Пусть кто-то для себя выбирает пластмассовую жизнь, но мы выбираем для себя жизнь абсолютно здоровую, разумную и где есть, опять-таки, место поиску абсолютной красоты. Поэтому партия абсолютной красоты. — Чудесно. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, аудиофилы, которые будут стонать, типа, что Лукьянов бил пальцем по столу, я не стал заморачиваться с петлями, тут очень тихо, ну, идите в баню. Хочу сказать от себя, что в конце декабря, тадам, возобновляются не просто лекции Романов и Десоплей, а они даже в обновленном формате, они будут более клевые. Питер, Москва, соответственно, в Москве уже все договорено, найдена площадка, в Питере тоже. Соответственно, смотрите за анонсами вот там. Ну и, в общем-то, уже есть анонсы моих новогодних экскурсий в Петербурге, тоже смотрите. Товарищу Лукьянову, создателю будущей партии красоты. — Абсолютной красоты. — Абсолютной красоты. Бьюти, абсолютно. Хочется пожелать всевозможных успехов и так далее. Ну а вы со своей стороны, на самом деле, тоже как-то... А есть какой-то, может, хэштег какой-нибудь запустить? Или он уже есть? Надо придумать хэштег. — Меня не закрасить. — Меня не закрасить. Вот, хэштег «меня не закрасить». Отлично. Значит, используйте хэштег «меня не закрасить». Как-то инициируйтесь на своих страницах в интернете. Если у вас есть выходы на администрацию, мягко их долбите. Речь не идет о каких-то оппозиционных вещах. Речь идет о том, чтобы сделать город прекраснее. Особенно город на Неве, который этого заслуживает. И я считаю, что вот те работы, которые делает конкретно господин Лукьянов, они их только украшают. И мне, как гиду, который водят по нетуристическому городу, да, мне, конечно, приятнее показывать вот такие вещи, потому что опыт мне демонстрирует. Вот выводишь людей, особенно из Москвы, на Дворцовую площадь, ну да, там, заходишь в какую-нибудь подворотню и там какой-нибудь рисунок. Все, все подоставали свои айфоны, сразу все щелкали, целым селфи, фигелфи, инстаграм заполонен этим. Поэтому это то, чем мы живем на самом деле. Это то, что не убрать из нашей жизни. Вот, дерзайте. Ну, а мы с вами еще увидимся в эфирах интернетных.